МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня с политологом Сергеем Струченко. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Татьяна. Уже который Новый год вообще в мире стартует с таких протестных настроений? И, конечно, в декабре 2021 года вряд ли кто-то ожидал, что Казахстан вспыхнет, если так можно сказать. Как вы думаете, действительно ли начало года, январь месяц, примечателен в плане таких общественных и политических событий? Если да, то почему? Если мы будем анализировать аналогичную ситуацию, даже, допустим, на постсоветском пространстве в России, то у нас характерный был всегда август, осень. Поэтому начало года для России не характерно. Скорее всего, это так совпало. И для Казахстана тоже, я думаю, так совпало. Можно ли было предположить, что в Казахстане так быстро разовьется народное недовольство? Потому что мы понимаем, что повышение цен, и на газ в том числе, это лишь повод? Да, это была причиной. То есть экономические вопросы были на поверхности. Но про политические вопросы мы многое, наверное, пока еще не понимаем. А если понимаем, то можем, опять же, судить по тем обрывкам новостей, которые к нам приходят и приходили. Но, тем не менее, есть телеграм-каналы, которые транслировали эти события, в том числе онлайн. И я, в частности, эти события наблюдал, подписавшись на два телеграм-канала. Это Казахстан Ньюз и Казахстан Спутник. И буквально с 5 января я в ежедневном режиме это все мониторил. Вот для себя я выводы сделал, что действительно данный протест, он был, скорее всего, уже спланированным. И нужна была причина, она появилась. И уже, соответственно, развитие событий было следствием, в том числе, которые, те силы, которые это изначально планировали и организовывали, они планировали как раз именно захват власти, на мой взгляд. А в каком состоянии, ну, если вы можете, конечно, об этом говорить, сейчас находится общество в Казахстане и в государстве вообще? Ну, мы же понимаем, что все-таки государство Казахстан – это многонациональная страна. И есть там определенный восточный тип построения государства, то есть так называемые жусы. И есть там три жуса – старший, средний, младший. И между ними иногда идет определенная конкуренция. Вот, в принципе, можно как-то эту ситуацию анализировать, в том числе через соотношение этих двух-трех жусов. И дальнейшие события, они, конечно, будут, скорее всего, в таком же вяло текущем проходить характере. Ну, сейчас многие сравнивают ситуацию, которая произошла в Казахстане, с ситуацией в Беларуси, да, и на Украине в том числе. Можно ли вообще, в принципе, проводить такие параллели? Если да, то в чем они состоят? Единственное, можно параллели проводить по тем организационным моментам, которые мы видели на территории постсоветских. Я не хочу сейчас ограничиваться вот этими только странами. Но мы даже прекрасно понимаем, что когда в начале 90-х Советский Союз прекратил свое существование, дальнейшая работа заинтересованных структур, в том числе и международного характера, по дальнейшему развалу, она продолжилась. И спустя 30 лет, в принципе, мы видим, что сейчас эти события происходят на Казахстане, ранее они происходили в других постсоветских республиках. И Украина и Беларусь здесь не исключение. Часто довольно-таки, да, в таких историях политики многие уверены, что существует некое иностранное вмешательство. В плане Казахстана в этом обвиняют, допустим, и Россию, в том, что есть влияние с нашей стороны. Что вот вы об этом думаете? И вообще, в принципе, об влиянии из других стран? Ну, если по России, то здесь позиция нам четко и понятная. Казахстан был когда-то частью единого государства. Опять же, вспоминаем Советский Союз. И после распада Советского Союза был подписан договор о коллективной безопасности. Как раз вот в мае этого года ему исполняется 30 лет. В рамках этого договора, тогда это было 5, бывших советских республик, потом еще несколько присоединилась, создали организацию ОДКБ. И в рамках этой организации 30 лет такая работа проводится. В принципе, каким-то вмешательством это назвать нельзя. Опять же, есть европейский, у нас евро-азиатский экономический союз, в рамках которого бывшие советские союзы, союзные республики осуществляют торгово-экономическую деятельность. Поэтому какое-то вмешательство, я бы побоялся этого сказать. По вмешательству изне, имеется в виду из дальнего зарубежья, это вмешательство однозначно есть, это никто не скрывает. И вмешательство как и военно-политических блоков напрямую, так и граничных государств под различными, в том числе региозными мотивами, пытается влиять на политику среднеазиатских республик. Поэтому здесь я считаю, что в рамках ОДКБ были приняты правильные оперативные меры. И сегодня мы видим стабилизацию в республике Казахстан, она произошла. У жителей Алтайского края, безусловно, есть родственники в Казахстане. Вот у меня тоже в Алмате есть родственники. И все, естественно, переживают за своих близких. Тут была проблема с интернетом, и невозможно было связаться. Вообще этот период, ну сейчас, да, такое немножечко затишье там случилось. Долго ли этот период продлится? И закончится ли он, допустим, вот так же резко, как начался? Ну, будем сказать, что он уже закончился. Уже закончился, на этом все закончилось. Да, буквально накануне президент Казахстана Такаев сообщил о том, что в течение недели миротворческие силы ОДКБ будут выведены из территории республики Казахстан. Это говорит о том, что ситуация стабилизировалась, как и в политическом плане. Ну и ряд экономических мер, которые тоже были озвучены президентом Такаевым, они, в принципе, тоже должны как раз ситуацию сгладить, снивелировать те вопросы, которые были. Я считаю, что конфликт исчерпан. То есть этот конфликт мог бы длиться дольше, да, если бы там не участие каких-то миротворческих сил наших, я так понимаю? Я думаю, что не только участие миротворческих сил, но и определенные политические консультации проводились. Я думаю, что здесь участие руководства, в том числе и нашего государства, имело действие. И мы видим, что мы были, в первую очередь, и заинтересованы, чтобы не было разжигания такого конфликта. Потому что мы понимаем количество километров границ с Россией. То есть это больше 7,5 тысяч границ только у Российской Федерации с Казахстаном. И по территории Алтайского края идет 10%. Ну, 800 с копейками, если говорить точно. Поэтому Россия здесь, естественно, правильную позицию заняла и отреагировала очень оперативно. В том числе по линии военно... Вернее, сначала политическим, а потом по линии миротворческих сил в рамках УДКБ. Конфликт исчерпан. Мы так уже поняли, да? А будут ли последствия, и какого рода эти последствия? Экономического, общественного, политического? Ну, опять же, ссылаюсь на пресс-конференцию, которую дал президент Акаев. Он сообщил, что предстоит ряд мер экономического характера. То есть по организационным моментам уже решение было произведено. Назначен новый премьер-министр. Прошла смена ряд ключевых тоже министерских должностей. И сегодня речь идет о том, что будут проводиться уже экономические, в том числе реформы. О том, что сейчас те корпорации, которые сейчас определенные долю национального, так сказать, продукты имеют в Республике Казахстан, они сейчас будут какую-то часть перечислять в фонд благосостояния Республики. Соответственно, я думаю, что эти, в том числе денежные средства, которые перейдут от корпорации, они поступят через другие какие-то государственные механизмы населению. Ну, тем самым, чтобы, возможно, повысить уровень заработной платы. Чтобы общество тоже немножко успокоило. Да, ну, естественно, естественно. Потому что потребность, мы услышали и увидели, есть. А что касается политических каких-то последствий? Были версии о том, что, возможно, будет изменение в Конституцию Республики Казахстан, какие-то, да, в плане государственного устройства. И это, скорее всего, да, действительно такое произойдет. Ну, и не знаю, как вопрос будет решен или не решен, по досрочным выборам национальный парламент. Это все как бы будет зависеть от руководства нашего соседнего государства, дружественного нам государства. Поэтому здесь мы будем, конечно, в первую очередь наблюдать и сопереживать. А вот чего нам, россиянам, ждать, потому что мы ближайший сосед Казахстана вот сейчас после таких событий? Это не только торгово-экономические, это и вопрос, связанный с туризмом, да. То есть очень много отдыхает на территории и, опять же, к нам приезжает. Поэтому, я думаю, в этом плане, конечно, мы должны это все вместе пережить, эту ситуацию непростую. И для, в том числе, пригородичных территорий, я думаю, что, конечно, необходимо дальше налаживать вот это сотрудничество. Сотрудничество между нашими государствами. Вот. Мы понимаем, что есть и межличностные, да, отношения в плане родственных отношений, а есть и вопросы, связанные с государственным уровнем. Поэтому их тоже нужно развивать. Поэтому никто никуда не уходит, все продолжают работать в рамках и организации ОДКБ, и в рамках Евразийского экономического союза. Как думаете, стоит ли ждать волны мигрантов вот сейчас из Казахстана? С учетом стабилизации ситуации в настоящее время ничего подобного произойти и происходить не будет. То есть те, кто уехал, хотели уехать, те уже уехали, получается, да, или как? Ну, разные причины. Кто-то по рабочим вопросам уезжает, кто-то по личным вопросам, кто-то, наоборот, возвращается. Поэтому здесь мы не можем, как бы, у меня сейчас, к сожалению, нет конкретных цифр, сколько уехал, сколько вернулось. Но в рамках программы мы знаем, что у нас есть на федеральном уровне программа поддержки соотечественников. То есть предоставляется определенное финансирование на переезд, помощь. Эта работа, конечно, продолжается. Поэтому здесь нет ничего такого особенного. Это во многих странах мира есть. Но волны не будет? Волны? Нет, ни в коем случае. Опять же, некоторые пророчат, что вот такие недовольства, они могут прийти скоро и в Россию. Потому что у нас почва тоже, якобы, такая же раскаленная, как и в соседней республике. И вот, якобы, в Казахстан мы глядимся, как в зеркало. Что вы об этом думаете? Я бы все-таки не стал усугублять эту ситуацию. Мы же прекрасно понимаем, что те силы, которые из нее заинтересованы в подрыве на постсоветском пространстве, в том числе и политической, внутриполитической ситуации, они полномерно работали, работают и будут работать. Поэтому в этих вопросах у нас тоже есть определенные навыки, опыт работы и по линии МИДов, и по линии военно-политического блока. Поэтому я здесь никаких не вижу аналогий с Россией. А работа, которая, конечно, сейчас извне проводится, она будет продолжаться. Это бесспорно. И финансирование есть определенных. Мы прекрасно понимаем, кто эти люди, кто эти организации представляет на территории, в том числе и России. Поэтому здесь, я думаю, каких-то новостей мы не откроем. Спасибо, Сергей. Спасибо, Татьяна. А я напомню, что сегодня мы говорили о ситуации в Казахстане с политологом Сергеем Струченко. Спасибо. Спасибо.